Универсальный двухцветный узор. Схемы этого узора у меня нет, но узорчик очень несложный. Вяжется он двумя цветами пряжи. Набираем более темным, который будет у нас сверху, набираем нечетное количество петель. Я наберу просто 7 петельчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Первый ряд вяжу столбиками без накида. Делаю воздушную петлю и вяжу 7 столбиков без накида. Два, три, четыре, пять, шесть и семь. Такой вот простенький первый ряд. Второй ряд такой же простой, тоже столбики без накида, воздушная петля и на каждом столбике первого ряда вяжу столбик без накида. Все, так сказать, очень пока простенько. Цвет нити мы будем менять каждые два ряда. Вот для того, чтобы поменять, последний этап провяжу ниточкой уже другого цвета. Делаю воздушную петлю. На первом столбике вяжем столбик без накида, воздушная петля, один столбик пропускаем, на следующем столбик без накида, воздушная петля, пропускаем столбик, столбик без накида, воздушная петля и столбик без накида, последний столбик. Четвертый ряд точно такой же, воздушная петля, столбик без накида на столбике, воздушная петля, столбик без накида на столбике без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля и столбик без накида. Также последний этап провяжем ниточкой, которую мы считаем основным цветом. Теперь делаем опять воздушную петлю. А теперь, собственно, вяжем уже узор. То есть на первом столбике мы делаем столбик без накида. А вот второй столбик у нас будет рельефный столбик с одним накидом. Но вяжем мы его на столбике без накида 2-го ряда. То есть там, где у нас воздушные петли дополнительного, как раз есть вот такое вот свободное место. Еще раз покажу поподробнее. Вот здесь вот, где мы пропускали столбик. У нас есть вот такое вот отверстие. И, в общем-то, удобно связать этот столбик с накидом. Такой вот, он не совсем рельефный, он просто вяжется вот на 2 ряда ниже. На столбике без накида. Так, как если бы мы вязали, вот, вводим крючок так, как будто бы мы, так сказать, не вязали вот дополнительным цветом эти ряды. И вяжем столбик с одним накидом. Вязать его лучше посвободней. Вот такой столбик. Так, на столбике без накида дополнительным цветом вяжем столбик без накида. Дальше у нас опять идет столбик с накидом на 2 ряда ниже. Вот таким вот образом мы входим. На столбике без накида столбик без накида. И опять вот такой столбик с накидом на 2 ряда ниже. И заканчиваем ряд столбиком без накида. Вот, в общем-то, весь узор. Следующий ряд мы вяжем просто столбиками без накида. Над всеми столб, над каждым столбиком. И в конце ряда, опять на последнем этапе, меняем ниточку. И дальше у нас повторяются 3, 4, 5 и 6 ряды. Вот, в общем-то, весь узорчик. Давайте покажу вам его на большом образце. Вот так выглядит этот узор, когда связано побольше. Естественно, узор односторонний. То есть, по изнанке мы получаем просто полосочки. А так, узорчик такой вот немножечко объемный получается. То есть, не совсем плоский. За счет рельефных столбиков. И применить его можно куда угодно. Но он, в общем-то, хорошо довольно-таки держит форму. Не тянется. Тянется совсем немного. Хорошо держит форму. И подходит, в общем-то, для любых вещей. И для шапочек, и для шарфиков. Может быть, не очень хорошо, поскольку он не двухсторонний. Но с другой стороны, в общем-то, тоже вот, изнаночная сторона, она тоже такая, в общем-то, не просто полосочки. Они такие вот, немного зигзагообразные, получается, дополнительным цветом. Шарфик теплый очень будет. Ну, и для одежды, причем для женской, мужской подходит. Для любой. Только учтите, что, в общем-то, узор, он такой. То есть, если это женская одежда, то это, скорее, вот, жакет. Такие вот, приближенные по выкройке к швейнам. Вот такой вот универсальный узорчик. Не сложный, но симпатичный. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных, неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек.